Продолжим грамматический разбор суры Аль-Байина. Мы остановились на айте Аста-Избиллах И не разделились те, которым было дано Писание, только после того, как к ним пришло ясное знамение. Аль-Байина, указывает на возобновление речи, на новое предложение. магнив алый альфат Хасни изменяемым окончанием Статы на конце тафарк Раха это фи магнив алый альфат Хасни изменяемым окончанием Статы на конце лыдзин аллзин атым�м нğıасуллернAT Несименем finden магнив алый альфат Хас и с неизменяемым окончанием Статы на конце в ма халл я рафин на месте Dalajarbs имени тину падежа Фааль льфаали, фааль — действующее лицо данного глагола Уту это фи магнийв алый альфа citizens Глагол «средательного залога». С неизменным окончанием, с подразумеваемой над удаленной буквой «я», «домой». Почему? Потому что «иды лыслы утиу», так как в основе было «утиу». Значит, «алялья» и «альмахзуфати» литтахолус минальтика саканин над удаленной из-за встречи двух суконов буквы «я». Вальвау-вау это «домир нуттасу» на слитное местомение. С неизменяемым окончанием суконов на конце. «фи махалли рафин» на месте паджа рафа, именительном паджа. «На ибуль фаали» – имя, замещающее фааль этого глагола. То есть мафуль, который стал на место фааль после его удаления. «Вау» здесь в основе был первым прямым дополнением, так как основой, например, было «вамаат фаррукал-лизина ата хумуллаху ликитаба», где «хум», который впоследствии превратился в местомение «вау», был «мафулин ауль» первым дополнением. «Аль-китаба» это «мафулин танин». Второе прямое дополнение. «А исмуль-джалалити» – «Аллах» – «имя величие» – это у нас фааль. «Аль-китаба» – «мафулин бихи» – «филослия в основе» – это был «мафулин бихи-танин». Второе прямое дополнение. «Мансубан» – «поставлено» – «состоянность в винительном падеже». «Вааламуты» у нас бий признак состоянности в этом имени. «Аль-фатху-захирату аля ахилихи явна фатха на его конце». «Вал-фи'улю маа наиби фаалихи» – глагол «уто» – «сосымнаибель фааль», то есть именем, который замещает фааль. Дальше мы уже говорим «Вал-фи'улю маа фаалихи» – глагол «тафаррака» вместе со своим фаалем и т.д. «Вал-фи'улю маа фаалих» – глагол «тафаррака» вместе со своим фаалем «жумнатун фаалийтун» – глагольное предложение «истый нафиэтун» – возобновленное новое предложение «Ла маа халла ла хаминал-и араби не имеет места в падеже». Дальше «Илля мим ба'ди» – «Илля ахрля». «Илля» – это «адату хасрин» – «харф» – «частица ограничения», то есть здесь она «джаад ба'дан нафи» – «пришла после отрицания». «Атака» – «фи'улю маа фи'улю маа фаалихи» – «в основу» – «харфу стиснахр» – «частица исключения». Но здесь она «лил хасри» – «значение только». То есть они не разделились в какое-либо время, только после и т.д. Значит, это у нас «харф» – «мабниу аля сакуни» – «частица с неизменяемым окончанием» – «сакуном на конце». «Мин» от «харфу жарм» – «предлог родительного падежа» – «мабниу аля сакуни» – «с неизменяемым окончанием» – «сакуном на конце». БААДО, БААДО, МАЖРУРН БИМЕН ПОСТАВЛЕННЫ ХАРФМЕН СОСТОЯННЫЙ ЧАРВ – «родительный падеж». «ВА АЛАМАТУ ЖАРРИХЕ» – «призник состояния жарви» – «этом имени АЛКАСРА ТАЗАХИРАТУ АЛАА КАСРА НА ИВА КОНЦЭМ». «ВАЛ-ДЖАРУ, ВАЛ-МАЖРУРа» – «харфу жар-мин» – «и поставленные им состояния жарь ими БААДО, состоят в смысловой связке с глаголом «тафаррука». «Убады мудаф» – имя «бады» является мудафом, первым членом из-за феттной связки. «Ма» – здесь «мастариятун», то есть «заманиятун». «Харф» – обозначающий «мастер», то есть имя действия, глагольное имя, то есть, образно говоря, превращаясь упомянутую после себя глагол или глагольное предложение в «мастер». Здесь он обозначает время. «Мабниуаля сукуни» – с неизменяемым окончаемым сукуном на конце. «Джа» – этот феалин мадный глагол, «мабниуаля сукуни» – с неизменяемым окончаемым сфатха на конце. «Ватта» – это у нас «та» – «танитис сакинута». «Та» – это признак женского рода, сукунированная «та» – женского рода. «Хум» – «Альха» – это дамир мутафа, с наслитная мистемания. «Мабниуаля сукуни» – с неизменяемым окончаемым с дамой на конце. «Ви махалле нас бинамеси паджа, нас бинитину паджа». «Мафуул бихим укаддам». Прямое дополнение поставлено перед своим фаэлем. «Ви мафуул бихим укаддам аля фаэлем». «Вальмиму саакинута сукунир на миме» – это у нас «аламута» – «джамиал мудзаккар» – признак множественную числа мужского рода. «Альбайнат» – это фаэль и фаэль фаэль, глагола «джаа» – марфуул пастаэль, са стаин раф именидтин падеж. «Вальмута» – рафаэль признак паджа, рафаэт мименем. «Аддамута» – «захирута» – «аля ахри» – «вальмута» – «дамута» – «дамута» на его конце. «Вальфиуул маа фаэль их» – глагол «джаа» со своим фаэлем, са это жумлетун фаэльятун – глагольное предложение. «Ла махаллахаминал-иараби» не имеет места в падеже. «Ла махаллахаминал-иараби вахдаха» – отдельно взятое это предложение не имеет места в падеже. Однако, вместе с харфом «ма» мы уже говорим. «Ома» – «маа ма ба'адаха» – «маа ма дахалят алейх». «Харф «ма» вместе с тем, что упомянут после него, или скажем «маа ма дахалят алейхи», «Харф «ма» вместе с тем, к чему этот харф добавим, всё это вместе взятое в фи-тау-лил-мастри, в значении «мастри» – имя действия, имя действия, от глагольного имени, или скажем «фи-тау-лил-муфради» в значении одного имени, рассматривается как одно целое. «Фи махалли джарин бель мудафим» будет на месте паджа-джар родительного паджа посредством мудафа, то есть «мим ба'ади маджи-ихуму-ль-байинату» после прихода к ним ясного знамения «уаллаху а'лам». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok